Я буду шить для фронта, однозначно заявила Елена Владимировна Буклова. Профессиональная портниха прошла путь от простой швеи до заведующей производством. Сейчас, будучи на пенсии, вновь достала машинку и принялась к делу. Сначала шила партию шапок и балаклав, теперь Елена Владимировна отшивает флисовые толстовки для участников специальной военной операции. Мы пенсионеры, материально мы как-то помочь не можем, поэтому я с удовольствием согласилась шить. Хотя у меня есть какие-то домашние дела, но вот две куртки в день у меня получается. Все мне знакомо, крой хороший, рассечки все есть на крое, так что претензий никаких кроя нет. Кто кроил, им спасибо. Цех фирмы «Раменский швейник». Краили флис для толстовок именно здесь. Такие же неравнодушные люди вне рабочего времени и под руководством Алексея Владиславовича. Добрые люди нас сами нашли, все мы так или иначе помогаем нашим ребятам там. Я какие-то деньги посылал другим волонтерам. Всегда это просто делаешь для себя, но куда-то, где и как не можешь проверить. И тут вдруг такое предложение, что помогите прямо своими руками. И вот это стало действительно интересно. То есть девчонки шьют на дому, это можно, но кроить на дому ножницами швейные изделия очень тяжело. И имея такие мощности, как наши, мы с удовольствием помогли и раскроили. И, наверное, еще обратятся девчонки. Будем помогать именно тем, что у нас есть вот такие возможности. Идея возникла, когда попали, можно сказать, в руки носилки, мягкие тактические. Это был октябрь месяц, в ГУМ-конвое церковь Караминская Калуга предоставила любезно 50 штук этих носилок. И когда я увидела надпись «Живи», вот все, это была искра, и я поняла, чем я могу помочь, что я могу сделать. Светлана Волкова работает в спорткомплексе Бориса Глебский. Практически все свободное время посвящает волонтерству. Мне было просто необходимо набрать в интернете и найти координатора движения «Золотые руки ангела». Вот, я успешно связалась, девочки в броницах мне помогли, чем могли в этом движении. И в итоге я поняла, что я одна, мне было очень сложно, я обратилась к Аленке. Я говорю, Алена, что нам делать? Она говорит, ничего, справимся. Тут же знакомый наш подоспел Сергей Акентев, керамика к желе, он оплатил флис. Вот, мы его закупили, привезли сюда, в Раменский швейник. Вот, Алексей любезно нам согласился сделать крой, бесплатно совершенно, на волонтерской основе. Теперь у нас единственная загвоздка, нам нужны руки на пошив, такого количества кофт, которые есть. Потому что мы пока вдвоем и Елена Буклова. Нас очень мало, но мы очень хотим помочь всем. Также я обратилась на завод РПЗ. Тактические носилки они изготавливают, закупают стропу на свои деньги, нитки. И первую партию носилок, три недели назад, мы отправились в Вячеславом Коценко туда. Закупать ткань помогают спонсоры. Основная задача – найти добрых людей, готовых дома шить теплые вещи для наших солдат. Еще лучше – подобрать свободное помещение и переоборудовать его в небольшой пошивочный цех, как это сделали в городском округе Бронницы. Откликнуться могут и те, кто не умеет шить, ведь помощь нужна любая. Так как у меня основная работа посменная, я решила, что в свои выходные я могу еще чем-то помочь. То есть, какими-то силами. У меня есть машина, я могу что-то перевозить. И вот я созвонилась со Светланой, говорит, чем я могу помочь. Сначала она говорит, что хотя бы на машине перевозить из Бронницы, потому что в Бронницах есть помещение, где девочки шьют. А есть очень много людей, которые шьют в Раменском, и в Броннице им тяжело ездить. Поэтому мы брали выкройки в Бронницах, везли в Раменское. В Раменском здесь девочки делали, оттуда из Раменского забирали готовые изделия, везли в Бронницы и так далее. И так возникла идея здесь, в Раменском, организовать, чтобы было удобно, чтобы люди могли в Раменском приходить и помогать. И людей таких много, которые хотят помочь, но не знают, как это сделать. И хочется побольше, но выше головы не прыгнешь, как говорится. А так, конечно, хочется и побольше сделать, и побыстрее, чтобы наши воины ни в чем не нуждались. Чтобы ему было удобно, рукава не задирались, тут сюда вставляется пальчик. И, пожалуйста, хочешь, это автомат бери, хочешь, что хочешь, хочешь, роль бери. И все тепло и уютно им. В наше холодное время и грязное время, да, вот такие пятиточечники, они достаточно нужны нашим воинам, потому что легко. Можно, прямо, слирую быстренько, вот девушка Алена, он одевается на пояс, да. У него есть карман, опять же, в кармашек вот здесь сзади можно положить тактические носилки. Так, значит, если человек, вот он сел, ему тепло, да, и не промокает, ткань непромокаемая. Если он немножко захотел прилечь, он опять же лежит, он не в грязи. А когда стрелять, то он переворачивает, да, вот. Вот, и он лежит, опять же, грязь его не касается, это водонепромокаемая ткань и тепло. Вот очень бы хотелось нам потом к этому приступить. Я думаю, что мы приступим. Раз есть такие хорошие люди у нас в городе Раменское, согласитесь, мы встречаем сейчас очень много добрых людей. Это очень радует. Отцу Андрею тоже большой поклон, вот, Казарезову, Сергею Акентеву, ну и тем людям, которые вместе с нами сейчас ездят. И вам. А к нам во время съемочного процесса тихо подошла скромная женщина и представилась Ириной. Фамилию и отчество она не назвала. Зато рассказала, как в конце июля вместе с семьей и крошечной внучкой выбирались из Донецкой области. Мы еще пристряли между небом и землей, и слава богу, мы жили вот так. Дела обстояли, страшно даже описывать. Мы жили в подвале, жили два месяца с маленьким ребенком, прилетала, взрывалась возле дома. Дом весь побит осколками. Сейчас, наверное, может и нету дома. Ну, очень сложно в этом говорить. Ну, вы следите сейчас за обстановкой? Да, 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 конечно. Города уже нету. Мы когда были там, там русских еще войск не было. Нас разбивала украинская армия. Принципиально просто разбивали. Здесь помогают и поддерживают. Есть работа, есть люди, которые не стреляют, которые не отворачиваются, не оскорбляют. Это уже хорошо. Если наступит завтра для лучшей моей земли, пусть будет скромен завтрак, лишь бы для всей семьи. Только послышать снова голос своих детей, если наступит завтра на стороне моей. Если проснется солнце, пусть озарит мой дом и широко улыбнется каждый на шаре земном. И вот многие люди приходили и брали благословение потрудиться, сделать что-то своими руками. И вот многие наши прихожане и носки вяжут, и шапочки вяжут. И вот сейчас сделали выкройки, делают такие теплые кофты флисовые, то есть сшивают. И на святках мы хотим в нашем гуманитарном конвойам отвезти сладкие подарки, детские вещи, сладости, игрушки. Только не мягкие, а вот именно игрушки, которые могли бы играть дети, отвезти детям Донбасса. Именно детям воскресной школы по храмам примерно числа 8-9 числа конвой примерно отправится. Хочется также призвать людей быть в единстве, в нашем единстве, в российском единстве, чтобы мы с вами были действительно едины с сердцем, делом, душою. И как можно чаще бы каждый приходил бы в храм. Все-таки у каждого человека есть какие-то проблемы житейские, проблемы земные, проблемы душевные. Особенно те люди, которые переживают за своих мобилизованных бойцов. Вот их хочется видеть в храме, чтобы они приходили, ставили свечи, возносили молитвы. И по горячим молитвам Господь дарует и здравие, и благополучие, и возвращение домой. И, конечно же, прошу всех молитвенной помощи за всех наших бойцов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова